Их работа зачастую не видна. На место возгорания они приезжают чуть позже своих коллег, но именно от сотрудников Государственного пожарного надзора зависит, насколько оперативны и точно будут установлены все обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации. Этим занимаются дознаватели. Владимир Бирюков работает им уже 20 лет. Работа достаточно сложная и довольно-таки интересная, я бы сказал. Зачастую она проходит с работой с населением. Мы выезжаем на пожары и чем она сложна работа, пожары они как бы сами по себе хорошего мало приносят. И зачастую приходится видеть не радость людей, а горесть. То есть у них сгорает дом, сгорает квартира, сгорает какие-то надворные постройки. Нередко бывают и смертельные исходы. 18 июля Владимир Бирюков вместе с коллегами принимает поздравления с профессиональным праздником Государственного пожарного надзора, исполнил 95 лет. Именно столько его сотрудники контролируют соблюдение требований безопасности в местах массового пребывания людей, особенно детей. При проведении контроля надзорных мероприятий особое внимание уделяется на пути эвакуации из учебных заведений. Работоспособность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре. Наличие планов эвакуации. Проводятся тренировки с ребятишками. Инструктируем должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность. Их главная миссия – сделать все возможное, чтобы не случилось беды. О том, что это получается, говорят цифры. За последний месяц на территории региона удалось существенно снизить число возгораний. Благодаря всей деятельности у нас в области наметилось устойчивое снижение количества пожаров, погибших на пожарах. Благодаря совместной работе с органами власти за полугода у нас 30% снижения по количеству пожаров и 20% погибели. В этом году более активно стали проводить всевозможные рейды, разъяснительные работы среди населения. Количество лесных пожаров сократилось. Благодаря совместной работе всех заинтересованных структур. Александр Тарасов в государственном пожарном надзоре трудился порядка 30 лет. Признается, выбор профессии не стоял. Несмотря на огромный фронт работы, по стопам отца в ведомство пришел и сын. По окончании службы в армии я служил здесь, в артучилище. Я решил посвятить себе службе в органах внутренних дел. И вот пришел непосредственно в пожарную охрану заниматься тем делом, которое я знаю. То есть профилактикой пожаров. В части я занимался профилактикой в строительстве. Считаю, что это профессия для настоящих мужчин. Потому что тем делом, которым занимаются наши коллеги, они делают безопасность проживания населения в нашем регионе. И сохраняют жизнь и здоровье людей, которые живут на территории Пенинской области. На сегодняшний день в ведомстве трудится порядка 150 человек. Лучших из них, а также ветерану службы собрали в областной филармонии, где прошла торжественная церемония в честь 95-летия госпожнадзора. Самая страшная беда, которая приходит, это пожар. И здесь от быстрых, умелых, решительных действий профессионалов зависит жизнь людей, зависит спасенное имущество. Вы первые, кто приходит на помощь людям. За это вам большое, огромное спасибо. Отличившиеся сотрудники госпожнадзора в этот день получили заслуженные награды. Свой подарок подготовили для коллег и творческие коллективы ведомства. Мы всегда слышим тебя навстречу. Не прячься, не закрывая глаз. Народи же за лучших столетий. Быть может кто-то вспомнит не о нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!